Мария Маревна В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван Царевич. У него было три сестры. Одна Марья Царевна, другая Ольга Царевна, третья Анна Царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали. Кто первый за твоих сестер станет свататься, за того и отдавай. При себе не держи долго. Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами во зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо туча черная, встает гроза страшная. Пойдемте, сестрицы, домой, говорит Иван Царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром, раздвоился потолок и влетел к ним в горницу ясен сокол, ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит «Здравствуй, Иван Царевич. Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью Царевну посватать. Коли люб ты сестрицей, я ее не держу, пусть с Богом идет». Марья Царевна согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года, как не бывало. Пошел Иван Царевич с двумя сестрами во зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией. «Пойдемте, сестрицы, домой, — говорит Царевич. Только пришли во дворец, как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок и влетел орел. Ударился об пол и сделался добрым молодцем». «Здравствуй, Иван Царевич. Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом и посватал Ольгу Царевну». Отвечает Иван Царевич, «Если ты люб Ольги Царевне, то пусть за тебя идет, я с нее воли не снимаю». Ольга Царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орел подхватил ее и унес в свое царство. «Прошел еще один год. Говорит Иван Царевич своей младшей сестрице, «Пойдем во зеленом саду погуляем». Погуляли немножко, опять встает туча с вихрем, с молнией. «Вернемся, сестрица, домой». Вернулись домой, не успели сесть, как ударил гром, раздвоился потолок и влетел ворон. Ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот еще лучше. «Ну, Иван Царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну Царевну». «Я с сестрицей воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя». Вышла за ворона Анна Царевна и унес он ее в свое государство. Остался Иван Царевич один. Целый год жил без сестер и сделалось ему скучно. Пойду, говорит, искать сестриц. Собрался в дорогу, шел, шел и видит. Лежит в поле рать сила побитая. Спрашивает Иван Царевич, «Коли есть тот жив человек, отзовися, кто побил это войско великое». Отозвался ему жив человек, все это войско великое побила Марья Марьевна, прекрасная королевна. Пустился Иван Царевич дальше. Наезжал на шатры белые. Выходила к нему навстречу Марья Марьевна, прекрасная королевна. «Здравствуй, Царевич. Куда тебя Бог несет? По воле? Аль по неволе?» Отвечал ей Иван Царевич, «Добрые молодцы по неволе не ездят. Но, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах». Иван Царевич тому и рад. Две ночи в шатрах ночевал, полюбился Марья Марьевне и женился на ней. Марья Марьевна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе сколько-то времени и вздумалась с королевне на войну собираться. Покидает она на Ивана Царевича все свое хозяйство и приказывает, «Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать». Он не вытерпел. Как только Марья Марьевна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул, а там висит Кощей Бессмертный, на двенадцати цепях прикован. Просит Кощей у Ивана Царевича, «Жалься надо мной, дай мне напиться, десять лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил совсем, в горле пересохло». Царевич подал ему целое ведро воды. Он выпил и еще запросил, «Мне одним ведром не залить жажды, дай еще». Царевич подал другое ведро, Кощей выпил и запросил третье, а как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал. «Спасибо, Иван Царевич», сказал Кощей Бессмертный, «теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих». И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе. А Иван Царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь дорогу. Что не будет, а разыщу Марью Моревну. Идет день, идет другой. На рассвете третьего дня видит чудесный дворец. У дворца дуб стоит, на дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился озим, обернулся добрым молодцем и закричал «Ах, Шурин мой любезный, как тебя Господь милует!» Выбежала Марья Царевна, встречала Ивана Царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич три дня и говорит «Не могу у вас гостить долго! Я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну!» «Трудно сыскать ее», отвечает сокол. «Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку. Будем на нее смотреть, про тебя вспоминать!» Иван Царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. Шел он день, шел другой, на рассвете третьего дня видит дворец еще лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился озим, обернулся добрым молодцем и закричал «Вставай, Ольга Царевна! Милый наш братец идет!» Ольга Царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье, бытие рассказывать. Иван Царевич погостил у них три денька и говорит, «Дольше гостить мне некогда, я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну!» Отвечает орел, «Трудно тебе сыскать ее!» «Оставь у нас серебряную вилку, будем на нее смотреть, тебя вспоминать!» Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу. День шел, другой шел, на рассвете третьего дня видит дворец лучше первых двух. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился озим, обернулся добрым молодцем и закричал, «Анна Царевна, поскорей выходи, наш братец идет!» Выбежала Анна Царевна, встречала его радостно, стала целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье, бытье рассказывать. Иван Царевич погостил у них три денька и говорит, «Прощайте, пойду жену искать, Марью Маревну, прекрасную королевну!» Отвечает ворон, «Трудно тебе сыскать ее!» «Оставь-ка у нас серебряную табакерку, будем на нее смотреть, тебя вспоминать!» Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу. День шел, другой шел, на третий добрался до Марьи Маревны. Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила, «Ах, Иван Царевич, зачем ты меня не послушался?» посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного. «Прости, Марья Маревна, не поминай старого, лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного. Авось не догонит!» Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой ворочается, под ним добрый конь спотыкаешься. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь, какую невзгоду?» Отвечает конь. «Иван Царевич приходил, Марью Маревну увез. А можно ли их догнать?» «Можно пшеницу насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, пять печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда в догонку ехать и то поспеем». Кощей поскакал, догнал царевича. «Ну, — говорит, первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу, а в третий берегись, на куски изрублю». отнял у него Марью Маревну и увез. А Иван Царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, поплакал и опять воротился назад за Марьей Маревной. Кощей Бессмертного дома не случилось. «Поедем, Марья Маревна!» «Ах, Иван Царевич, он нас догонит, пускай догонит, мы хоть часок-другой проведем вместе». Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты несытая кляча спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Иван Царевич приходил, Марью Маревну с собой взял. «А можно ли догнать их? Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пиво наварить, допьяно напиться, до отвала выспаться, да тогда в догонку ехать и то поспеем». Кощей поскакал, догнал Ивана Царевича. «Ведь я ж говорил, что тебе не видать, Марья Маревна, как ушей своих!» Отнял ее и увез к себе. Оставался Иван Царевич один, поплакал, поплакал и опять воротился за Марьей Маревной. На ту пору Кощей дома не случилось. «Поедем, Марья Маревна! Ах, Иван Царевич, ведь он догонит, тебя в куски изрубит, пускай изрубит, я без тебя жить не могу». Собрались и поехали. Кощей бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Иван Царевич приходил, Марью Маревну с собой взял. Кощей поскакал, догнал Ивана Царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоленую бочку. Взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в Синее море, а Марью Маревну к себе увез. В то самое время у зятьев Иван Царевича серебро почернело. Ах, говорят они, видно, беда приключилась. Орел бросился на Синее море, схватил и вытащил бочку на берег, сокол полетел за живой водою, а ворон за мертвую. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана Царевича, перемыли и склали как надо. Ворон брызнул мертвой водою, тело срослось, съединилось. Сокол брызнул живой водою, Иван Царевич вздрогнул, встал и говорит «Ах, как я долго спал!» «Еще бы дольше проспал, если б не мы», отвечали зятья. «Пойдем теперь к нам в гости». «Нет, братцы, я пойду искать Марью Моревну». Приходит к ней и просит разузнай у Кощея бессмертного, где он достал себе такого доброго коня». Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощеева спрашивать. Кощей сказал «За тридевять земель в тридесятом царстве за огненной рекою живет Баба Яга. У ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у ней и других славных кобылиц. Я у ней три дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и зато Баба Яга дала мне одного жеребеночка». «Да как же ты через огненную реку переправился? А у меня есть такой платок, как махнув правую сторону три раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет». Марья Марьевна выслушала, пересказала все Ивану царевичу, и платок унесла, да ему отдала. Иван царевич переправился через огненную реку и пошел к Бабе Яге. Долго шел он, не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван царевич говорит, «Съем-ка я одного цыпленочка». «Не ешь, Иван царевич», просит заморская птица, «в некоторое время я пригожусь тебе». Пошел он дальше, видит в лесу улей пчел. «Возьму-ка я», говорит, «сколько-нибудь метку». Пчелиная матка отзывается, «Не тронь моего меда, Иван царевич, в некоторое время я тебе пригожусь». Он не тронул и пошел дальше. Попадает ему навстречу львица со львенком. «Съем я хоть этого львенка, есть так хочется, аж тошно стало». «Не тронь, Иван царевич», просит львица, «в некоторое время я тебе пригожусь». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Побрел голодный, шел, шел, стоит дом бабы Егей. Кругом дома двенадцать шестов, на одиннадцати шестах по человечьей голове только один незанятый. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, Иван царевич!» «По что пришел по своей доброй воле, аль по нужде?» «Пришел заслужить у тебя богатырского коня». «Изволь, царевич, у меня ведь не год служить, а всего-то три дня. Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня, а если нет, то не гневайся торчать твоей голове на последнем шесте?» Иван царевич согласился. Баба яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты и все врозь по лугам разбежались. Не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате, прилетела заморская птица и будет его. Вставай, Иван царевич, кобылицы теперь дома. Царевич встал, воротился домой, а баба яга и шумит и кричит на своих кобылиц. Зачем вы домой воротились? Ну, как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаз не выклевали. Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам. Переспал ночью Иван царевич, наутро баба яга ему говорит. Смотри, царевич, если не упасешь, кобылиц, если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной головушке на шесте. Погнал он кобылиц в поле, они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел царевич на камень, плакал, плакал, да и уснул. Солнышко село за лес, прибежала львица, встава, Иван царевич, кобылицы все собраны. Иван царевич встал и пошел домой. Баба яга пуще прежнего и шумит и кричит на своих кобылиц. Зачем домой воротились? Ну, как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разорвали. Ну, вы завтра забегите в синем море. Опять переспал ночь Иван царевич, наутро посылает его баба яга кобылиц спасти. Если не упасешь, быть твоей буйной головушке на шесте. Он погнал кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты, скрылись из глаз и забежали в синем море. Стоят в воде по шею. Иван царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за лес село, прилетела пчелка и говорит «Вставай, царевич, кобылицы все собраны, да как воротишься домой, бабе Егена глаза не показывайся, пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется, ты укради его и в глухую полночь уходи из дому». Иван царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями. Баба яга и шумит, и кричит на своих кобылиц. «Зачем воротились?» «Как же нам было не воротиться?» «Налетела пчел, видимо-невидимо со всего света и давай нас со всех сторон жалить до крови». Баба яга заснула, а в самую полночь Иван царевич украл у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону и вдруг откуда не взялся повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту и махнул платком на левую сторону только два раза. Остался через реку мост тоненький, тоненький. Поутру пробудилась баба-яга. Паршивого жеребенка видом не видать. Бросилась в погоню, во весь дух на железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает, прискакала к огненной реке, взглянула и думает «Хорош мост!» Поехала по мосту, только добралась до середины, мост обломился и баба-яга чубурах, в реку, тут ей и лютая смерть приключилась. Иван царевич откормил жеребенка в зеленых лугах, стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Моревне, она выбежала, бросилась к нему на шею, как тебя Бог воскресил, так и так говорит, поедем со мной. «Боюсь, Иван царевич, если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену!» «Нет, не догонит!» «Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит!» «Сели они на коня и поехали!» Кощей бессмертный домой ворочается, под ним конь спотыкается. «Что ты несытая кляча спотыкаешься? А лечуешь какую невзгоду?» Иван царевич приезжал, Марью Моревну увез. «А можно ли их догнать?» «Бог знает!» «Теперь у Ивана царевича конь богатырский лучше меня!» «Нет!» «Не утерплю», говорит Кощей бессмертный, «Поеду в погоню!» Долго ли, коротко ли, нагнал он Ивана царевича, соскочил наземь и хотел было сечь его острой саблею, в те поры конь Иван царевич ударил со всего размаху копытом Кощей бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доконал его палец и после того наклал царевич груду дров, развел огонь, спалил Кощей бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру. Марья Марьевна села на Кощеева коня, а Иван царевич на своего и поехали они в гости сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда они приедут, всюду встречают их с радостью. Ах, Иван царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть, ну да не даром же ты хлопотал, такой красавицы, как Марья Марьевна, во всем свете поискать, другой не найти. Погостили они, попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить поживать, добра наживать, да медок попивать. з свете и следующий час. В